Приветствую вас, Елена. Я разберу ваш текст сейчас, который вы написали, текст вашего вопроса. Но перед этим хотел бы сказать, что глобально есть несколько важных, на мой взгляд, проблем, на которые вам нужно обратить своё внимание. Первая проблема – это то, что вы не доверяете себе, вы пытаетесь добрать у мужчины некую какую-то определённость, сами вы сейчас находитесь в подвешенном состоянии. Это говорит о том, что доверять себе, вот именно себе, мягко говоря, вы, ну, не так, чтобы привыкли, вот. Либо вообще не привыкли себе доверять. Вот. Почему вы себе не доверяете? Ну, это связано с сомнениями в своих чувствах, с одной стороны. С другой стороны, это связано с обесцениванием их, возможно. Вот. Следующая проблема, на которую я также хотел бы обратить ваше внимание, связана с тем, что вы хотите выстроить отношения с мужчиной, да, именно ради отношений. Вот. То есть отношения ради отношений, получается. Вот. И на мой взгляд, отношения ради отношений, ну, далеко не лучшая идея здесь. А, потому что... Это все-таки... Как-то вот... Ну, это все-таки... Как-то вот... про... А... Какие-то ваши... собственные желания. Вот. И... Нужно отделить... Одно от другого. То есть... Нужно отделить... То, что вам хочется. Для чего вам... Отношения... Нужны... Именно вам. Зачем? И... То, что... Вы хотите для человека. Потому что здесь ваше отношение к мужчине выглядит как то, что вы больше хотите для себя. Чего-то, а не для него. Вот. А это мешает. То есть... Такая вот... Ну, двой... Двойственность... Эм... Двойственность... Такая... Эм... Слез... Да, она мешает. Она мешает. Потому что вы... Эм... Как бы... Получается... Эм... Тратите... Свою... Энергию... На... Вещи... Которые... Не в отношениях должны решаться. А... Немножечко в других... Ну, в других обстоятельствах. Немного. Вот. Не в... Не в... Эм... 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 Еще один важный, на мой взгляд, момент. На мой взгляд... Момент. Эм... Заключается в том, что... Да. Мужина может... Эм... Сейчас можно менять. Эм... Зам... что вы были замужем и у вас есть ребенок, он может, к примеру, испытывать что-то вроде ревности, он может испытывать что-то вроде, ну, такого, знаете, как это сказать, сравнивать себя с вашим замужем, а ребенок может напоминать ему о том, что когда-то вы были там не одна, грубо говоря, и это его может напрягать, вот, поэтому человек действительно может отдалиться от вас и действительно может стать это для него серьезной проблемой. Важнее другое, что, например, вы со своим мужем как-то, и почему-то развелись как-то, и из-за чего-то вы с ним развелись, с мужем, и подобная история, я имею в виду история, связанная с, вот, ну, с разводом, с тем, что ваши отношения не сложились, может повториться и с текущей мужчиной, если вы ничего не сделаете, если вы, ну, не решите проанализировать, проанализировать то, как вам обстраиваются взаимоотношения с мужчинами в принципе, вот, и насколько вы, может быть, свободны в, ну, вот, в том, как вы, к примеру, выражаете человеку, свои, ну, свои чувства, да, то есть, хорошо или плохо у вас это, условно говоря, получается. Теперь давайте поисследуем ваш вопрос, ваш текст. Если смысл пишите вы, предлагать встречу мужчине для того, чтобы достать все точки. Для того, чтобы достать все точки, нет смысла предлагать мужчине встречу, потому что все точки расставляете вы сами. То есть, грубо говоря, если человек ведет себя, ну, вот, таким образом, если человек говорит вам такие вещи, то в любом случае тут уже есть некая такая вот некий, ну, некий такой элемент неуверенности в себе и, соответственно, если такой элемент неуверенности в себе присутствует, то это волей-неволей будет, как бы, влиять на ваши взаимодействия, на ваши взаимодействия с мужчиной, вот, что, конечно же, не сделает отношения как-то более, ну, более комфортными, что ли, более, не знаю, более приятными, что ли, и так далее. То есть, это вот то, что нужно обязательно учитывать при, ну, вот как раз при постановке вопросов относительно того, имеет ли смысл или нет, имеет ли смысл встречаться с мужчиной или нет. То есть, ради расстановки точек нет, не имеет, потому что, извините, если вы, там, к примеру, не доверяете себе, да, что не можете расставить точки сам, не хотите, не хотите, не хотите, там, например, принимать реальность, да, не хотите принимать действительность, вот, всего ряда причин, то мужчины здесь абсолютно ни при чем. Вот, а сказать вам наверняка, что, ты знаешь, я не хочу с тобой общаться, ну, или взаимодействовать, и сто процентов не буду, мужчина тоже не скажет, потому что, потому что, ну, зачем говорить такие вещи, зачем, а, сжигать все мосты, если, а, кто, кто знает, что, что, что будет, что будет в будущем, кто знает, что будет дальше, может быть, он передумает, может быть, что-то еще произойдет, вот, так что, нет, смысла нет. А, познакомились с мужчиной, два свидания с Испаром, прям, вот, он понравился, что редко бывает. Ну, здесь, а, вопросы у меня, к вам, конечно, с такого плана, а, вы говорите, что познакомились с мужчиной, да, познакомились с мужчиной, по поводу чего познакомились с мужчиной, то есть, я имею в виду, как вы с ним познакомились, что между вами общего, что вас объединяет, вот, если у вас общие интересы, вот, если есть, отлично, какие, в таком случае, вот, вы говорите, что у вас было два свидания, вот, это хорошо, конечно, что у вас было два свидания, но вопрос, 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 немножечко, другого, плана, да, вопрос, ну, другого плана есть, есть еще что-то между вами, кроме, ну, кроме свидания, какая-то деятельность и так далее, или это только свидание, если это только свидание, то это очень мало, это очень, ну, очень ограничивающее восприятие, вот, то есть, слишком мало вещей, которые, ну, грубо говоря, вас связывают, вот, между собой, например, и, в таком случае, проблема, на лицо, вот, дальше, потом пошло на одоление, холодное, сливающее восприятие, то есть, что-то другое. Да, вы пишите, что очень понравилось, а такое редко бывает, вот, эээ, тоже довольно интересный момент, эээ, вы говорите, что, эээ, Такое бывает редко, что мужчина вам, получается, нравится, а с чем это связано, что вам, что такое редко бывает, вот с чем это связано, то есть, какое здесь имеет значение ваша, например, личная симпатия к человеку, вот, то есть, во-первых, что она из себя представляет, да, вот, симпатия, это первое, что она из себя представляет, а второе, это вот, как раз, как он, ну, с чем она связана. Дальше. Стало значительно меньше романтики, интереса, в общем, по смс не особо хотел созваниваться, ну, если я предложил, отвечал, да, можно, стабильно отвечал, чтобы я даже как-то не писал, чтобы проверить надо ли ему вообще, или он пропадет сразу, писал какое-то время. Здесь вы уже проявляете, на мой взгляд, неуверенность в себе, вот, на мой взгляд вы проявляете неуверенность в себе. Вот, то есть, вы, ну, прибегаете уже не к искренности, не к искреннему взаимодействию с человеком, а больше вот уже к манипулятивным таким историям, да, не очень искренним. То есть, вот, не пришив дабы проверить, это вот больше уже нацеленность именно на, ну, на отношения, сами по себе. Вот, и в какой-то степени, в какой-то степени, это, ну, действительно так, ну, то есть, вы прямым текстом говорите, что мне просто так, по-какому с мужчинам все-таки не интересно, мне отношения нужны, вот, правда, мужчинам отношения, ну, не уточняют, Какие задачи призваны решить отношения, что должны решить как раз отношения, этого не описывает. Жаль, потому что, на мой взгляд, это очень важная история. Дальше, он уехал на несколько дней на выходные, мне об этом сообщил, сказал до понедельника, все с улыбочками и смайлами, ну, то есть не сухо. Ну, вот тут вот опять общение по интернету, суть по всему, бесприметное. Понедельник всегда уже, если у нас не было, хотя стабильно писал доброе утро. Ну, тут я должен, наверное, вас спросить, какое значение не имеет общение для вас с ним. Потому что, ну, на мой взгляд, это важно. Ибо, вот, исходя из вашего сообщения слишком, ну, достаточно. 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 Много. Значит, для вас общий человек. Далее, в понедельник, так, с утра, в понедельник с утра этого у нас не было, хотя стабильно писал доброе утро. Ну, то есть, вот тут вот вы, как бы, очень внимательно. Человека зависит. Я написал, что моя первая спросила, как вдохнулся, с улыбками, типа, рад нашему общению. Я решил спросить напрямую. Чувствую, наше общение изменилось. Как ли это ответило, что, да, возможно. Ну, эээ, на мой взгляд, вы, эээ, через чур замотивированы, эээ, на отношения, человек, на мой взгляд. Вот. Я повторюсь, да, на мой взгляд, вы через чур замотивированы. То есть, эээ, слишком вот вам прям нужно, эээ, с мужчиной, эээ, быть в отношениях. Слишком, на мой взгляд, вы этого хотите. Слишком, на мой взгляд, эээ, много у вас, эээ, с этим, эээ, связан. Вот. Да. То есть, вот. Возможно, это связано, кстати, с ээээ, с ээээ, с ээээ, к мужчине. Возможно. Вможно. То есть, вот. Вможно здесь, графски, всё дело в ээээ. Ээээ, симпатии. То есть, вы, вот, чувствуете симпатию к человеку. И, соответственно, вам хочется вот как-то это реализовать, вам хочется, возможно, в этом дело, возможно, в чём-то ещё на общине, вам нужно... А дальше идём, следующее. Так, значит, после я им сказал, что если ему что-то не нравится, пропал интерес или что-то напрягает, то пусть скажет, и я останусь, потому как осталось идти к общению со мной не имею привычки. Здесь вы немного лукаете, потому что мужчина там с вами общается, вот, мужчина с вами общается, общается с вами, на мой взгляд, не так, чтобы плохо. Для, ну, я имею ввиду, для того уровня, который у вас вообще есть. Тут идея в том, что вам общение не нравится, тут идея в том, что вас общение не устраивает. Но ответственность вы в данном случае частично перекладываете на человека. И это вас не устраивает. Общение просто так, как вы сами сказали. Дальше он ответил, ещё бы я сам понимал, что если мужчина такой вот, да, не очень уверен на себя получается. Дальше начал вспоминать наши разговоры, где я спрашивал, нет ли у него незавершённых отношений. Тоже момент, да, что вы этим интересуетесь, вас это волнует, а значит, вы опять же нацелены на отношения, ну, как вы поняли, вы делаете это для себя, и, скорее всего, вы не очень уверены в себе, да, опасаетесь, что есть незавершённые отношения. То есть вы пытаетесь себя обезопасить, что, естественно, порождает у мужчины чувство, что вы от него что-то требуете, раз вы от него что-то требуете, ну, значит, он может требовать этого. И отвал, отвал, ну, логично. Он глубоко над этим размещал и понял, что у меня такие отношения есть, а, я в разводе, у меня есть сын, он это знал и наш жану, об этом я сказал уже. И вот если бы начали вместе, то я бы его бывших не увидела, а ему пришлось бы знакомиться, даже общаться с моим бывшим мужем рано или поздно, ну, смотри, что в этом плохого, да, вот. А он, получается, не уверен в себя, да и не факт, что его бывших вы не увидели бы. Добавил, фиг знает, что с одной стороны я ему правду нравлю, с другой вот это. И чтоб переспать, я считаю, он был бы не порадовался. Ну, здесь, вне зависимости от того, в каком контексте это сказано, здесь всё здорово. Вот, только может ли это быть проблемой? Да, может, если мужчина не уверен в себя. Ну, в общем, ли вам такой мужчина, вопрос уже хороший. Я вот я сказал, да, ребёнок у меня есть, он тоже никуда не денется, если в моей жизни это факт кто-то либо принимаешь, либо нет, а с мужем бывшим никто общаться не стал, а может, если аналитики, то я, но не скоро. Ну, для мужчины, вполне вероятно, и ребёнка вашего достаточно. Попросил бы определиться через несколько дней и дать мне какое-то заключение на этот счёт, дав понять, что даже чётко нет, меня устроило. Давайте бы закончить эту тему и тихим. Дальше. Если вы себе противоречите, потому что говорите, что такие решения за несколько дней не принимаются, честно говоря, странно. Вы противоречите сами себе, и на этом, из этого же противоречия, которое сами себе создали, хотите, хотите выйти. Только теперь уже с помощью нас, психологов. Это несколько странно. Итак, попросил определить, что это значит. Это значит, что переложили ответственность на человека за свою собственную определённость. по большому счёту. Вот. К сожалению. Переложили на счёт человека ответственность. Определиться-то не можете вы, а не он. Вам нужна определённость. То есть, вам нужна определённость. Точнее, у него не может определиться, а вам нужна определённость. Вот. Вот. Примерно. Примерно. Такая история. Примерно. Дальше. В итоге, просто два дня и тишина, я не знаю, что делать. Ну, мужчины не любят, когда им ставят условия. Мужчины не любят, когда их в рамки какие-то вгоняют. Вот. А именно этого и делают. Ну, демонстрируя тревожность. С одной стороны, я его понимаю, если, конечно, причина постоянно была истиной. Ну, а вы не уверены в себе, что вам кажется, будто бы, причина может быть другой. Он самодостаточный. Живёт. Один детей нет. Брака тоже нет. Тот ребёнок ещё чужой. Придётся так менять. Придётся менять как-то свою жизнь. И это выходить комфортно. И это не решение нескольких дней. Ну, такое, опять же, да, к вопросу о том, что вы просили его определиться через несколько дней. А с другой стороны, неужели это правда может стать причиной для разрыва, если женщине нравится? Ну, так нравится же. Не любовь, не привязанность, не привычка. Причём на таких ранних этапах. Так вот, как раз на ранних этапах. Как раз на ранних этапах. Мне есть где жить, деньги зарабатываю, не стою на его пороге с чемоданом. Ну, это, опять же, скорее, вот, чтоб что-то провало страх. Про страх быть зависимой от лица и так далее. Посоветуйте, пожалуйста, что в данной ситуации вы уже делали, что пусть признит себя. Да, в принципе, это добраться от своих чувств на том, что вы хотите для себя и что хотите для человека. Я думал, я предложу встречаться, обсудить данные вопросы, может кто-то что-то недопонимает в такой лёгкой обстановке, но и, по крайней мере, расстраиваться по своим местам этого эмоций делать, что настоятельно без человека. Просто запутывался, потому что не добирает себя. Не знаю, а нужно ли вообще кто-то или все ясно, если надеюсь. Вот именно надежда, это то, чего вы хотите. Надежда. Именно надежда нужно поисследовать. Или есть такие мужчины, сомневаюсь, за которых все-таки можно немного подтолкнуть к каким-то действиям Елены. Ну, а зачем подталкивать мужчин к каким-то действиям? Вы хотите потом все время подталкивать к действиям мужчину? Если нет, то лучше не надо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится.